Каргандинская область наряду с Павлодарской, Южно-Казахстанской и Мангыстауской не готовы к отопительному сезону. По крайней мере, так думают в Министерстве энергетики. Так, Канад Базумбаев отчитался перед премьер-министром страны. Но вот на местах в Шахтерском регионе уверяют, что дела идут прекрасно. Очень холодно. Пенсионерка Анна Масленникова боится наступления холодов. Прошлой зимой Тимиртауская ТЭЦ аварийно останавливалась 23 раза. Причем 16 из них после капитального ремонта. Две бутылки и так сплю. Сперва нагряю, потом снова воды горячей наливаю. И тогда под один бок, под другой бок. Так я и ночь сплю. Премьер-министр лично приезжал на ТЭЦ-2 Арселор Миттл Тимиртау. Компания выделила 2,5 миллиарда тенге, чтобы привести станцию в порядок. Никто не может гарантировать, что котлы не будут останавливаться. Ну, делаем все возможное, чтобы у нас и остановок аварийных было намного меньше, и больше дней было. В Карагандинской области подготовка к предстоящему отопительному сезону должна быть завершена до 10 сентября. Но не все успели. Из-за позднего заключения договора только с 10 сентября начнется поставка угля для шахтинской ТЭЦ. В Жасказгане до сих пор не начали капитальный ремонт отдельных котло-агрегатов. В Шахане после взрыва прошлого года лишь половину автономных котлов вынесли из подвалов. В Саране так и не запустили центральную котельную. 9 лет и 5 миллиардов тенге. Центральную котельную города Саране должны были сдать в эксплуатацию еще два года назад, но объект до сих пор не готов. Сейчас областное управление строительства судится с подрядчиком, а его бывший руководитель посажен под домашний арест на два месяца по подозрению в служебном подлоге. Директор ТЭЦ в Шахтинске не видит проблем в предстоящем отопительном сезоне, хотя у ТЭЦ задолженность перед поставщиками угля 115 миллионов тенге, поэтому они не хотели давать уголь. Было подписано соглашение о выплате данной кредиторской задолженности до апреля месяца 2018 года. На сегодня уже больше 80% жилых многоэтажек должны получить акты о стопроцентной готовности к отопительному сезону. Такой готовности нет еще во многих городах области. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро, Карагандинская область.